Друзья, всем привет! Решил записать такое небольшое видео о виноградных черенках. Оно прежде всего будет полезно тем начинающим виноградарям, которые решили вырастить саженцы винограда из черенков. Из черенков несложно вырастить саженцы винограда, но есть некоторые тонкости, о которых новички могут забыть, либо же вообще об этом не знать. Итак, чтобы успешным был процесс выращивания саженцев винограда из черенков, вот из таких вот кусочков лозы с двумя либо тремя почками, я вам сейчас подскажу, что же надо с ними сделать после того, как вы их получили. Вот, допустим, вы получили черенки по почте от меня, либо от другого виноградаря. И первое, что надо с ними сделать, это, конечно, посмотреть, нет ли на них плесени, потому что в пути они могли немножко отсыреть, если они были упакованы очень плотно, либо же, наоборот, могли немножко подсохнуть. И нужно их, конечно, обязательно осмотреть. Если нет плесени, то просто их нужно вымочить в воде комнатной температуры, то есть положить их в какой-то тазик, и вымочить их примерно двое суток. После этого, после вымачивания, их нужно примерно час подсушить при комнатной температуре, завернуть в целлофановый пакет, можно также завернуть в газету, и потом в целлофановый пакет, и положить в холодильник поближе к задней стенке холодильника. Не в морозилку их ложат, а именно в холодильное отделение. Бывает, что и вот люди некоторые в морозилку могут черенки положить, поэтому вот обращаю ваше внимание, что черенки храним не в морозильной камере, а в холодильной. Температура в холодильнике должна быть плюс 2, плюс 3 градуса. Пока черенки там хранятся, а хранятся они обычно до конца февраля, на конец февраля это оптимальное время для начала укоренения, периодически раз, примерно в две недели мы их оттуда достаем, проверяем, и если вдруг вы увидели плесень на черенках, это ничего страшного, просто берем, разводим марганцовку, красный раствор, заправляем в опрыскиватель, и из опрыскивателя, допустим, над раковиной их хорошо опрыскиваем. Снова немножко подсушиваем и снова убираем на хранение. Марганцовка хорошо борется с плесенью и не вредит самим черенкам. То есть это такое безопасное средство, в том числе марганцовка безопасна и для человека, то есть все-таки вы в холодильнике храните какие-то продукты питания, и вот чтобы ничего туда вредного не попадало от черенков, вот марганцовка такое действие обеспечивает, то есть оно убирает плесень и не вредит продуктам в холодильнике. Ну и также оно, конечно, не обладает никаким запахом. Информацию о том, как прорастить вот такие черенки, как получить из них полноценные, сильные, хорошие саженцы, всю эту информацию вы можете найти у меня на канале, у меня очень много видео отснято на тему проращивания и окоренения черенков. Вся эта информация находится в плейлисте о выращивании винограда. Если вам что-то непонятно по вопросам окоренения виноградных черенков, то вы можете написать в комментариях свои вопросы. Ну а на этом, дорогие друзья, пока все. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно поставьте вот такой значок «Лайк». До новых встреч. Всего вам хорошего. Пока-пока.